Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. И традиционно начинаем со статистики. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожар ИЧС спасатели совершили около 1080 выездов. За это время на пожарах погибли уже 5 человек. 19, из которых один ребенок, пострадали. Работниками МЧС были спасены и эвакуированы из опасных зон 593 человека. Подробнее о более значимых происшествиях минувшей недели прямо сейчас. Минск чрезвычайный. Наравне с пожарами и серьезными происшествиями работникам МЧС приходится порой выезжать и на довольно простые вызовы, иногда носящие курьезный характер. Так, в понедельник в квартире на улице Волгоградская спасатели пришли на помощь британской кошке. Вернувшись из ветлечебницы, усатая нашла себе укрытие там, где ничего не может грозить ей опасностью. В ванной комнате. Она шмыгнула через небольшое технологическое отверстие декоративной отделки под ванной и осталась там. Взволнованная хозяйка шла на различные ухищрения, но самостоятельно извлечь питомца не смогла. Спустя два дня она обратилась в службу 101. При помощи спецоборудования спасатели разобрали часть плитки и освободили животное из заточения. В результате инцидента кошка осталась цела и невредима. Стоит отметить, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей, но в МЧС на просьбу гражданки все же откликнулись. Около полуночи со вторника на среду горел гараж. ЧП произошло на территории стоянки по улице Халтурина. В результате пожара повреждены кровля кирпичной постройки и имущество, хранящееся внутри. Предполагается, что пожар был не случайным. Сейчас устанавливается личность злоумышленника. Курить, квартире вредить и, конечно же, собственному здоровью. В среду около 9 часов вечера в одной из столичных квартир на улице Коростояновой загорелась комната. В результате пожара повреждена мебель. Пострадавший, дядя хозяина однушки, пенсионер 1953 года рождения, с ожогами первой-второй степени и отравлением угарным газом был доставлен в больницу. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожности мужчины во время курения. Минск чрезвычайный. А вот в четверг днем огненная стихия привела к трагическим последствиям. В двухэтажном трехквартирном доме на улице Воснецова погиб мужчина. Когда спасатели приехали к месту вызова, из окон и из-под кровли дома шел дым. Выяснилось, что в одной из квартир на первом этаже в кухне и коридоре загорелось имущество. Еще до прибытия спасателей жилища самостоятельно покинули жильцы других двух квартир. На втором этаже на полу огнеборцы обнаружили 57-летнего мужчину. После реанимационных действий, проведенных работниками МЧС и бригадой скорой, была констатирована смерть мужчины. В настоящее время спасатели устанавливают причину пожара. В качестве версии рассматривается короткое замыкание проводки или неосторожное обращение с огнем. В минувшую субботу с огоньком попарились в партизанском районе. В полдевятого вечера в службу 101 сообщили о пожаре в бане на территории частника по улице Дачной. Огонь вспыхнул в парильном отделении. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и никто не пострадал. Предполагаемая же причина произошедшего – нарушение хозяйкой правил пользования печей. В поздней ночи с субботы на воскресенье в центре Минска неизвестные сожгли пять автомобилей. Инцидент произошел около трех часов ночи во дворе дома по проспекту Машерова. Первыми вспыхнули «Сиад» и «Ауди». Огонь повредил моторный отсек, внешнее покрытие и салоны автомобилей. Затем пламя перекинулось на рядом стоявшие «Порт», «Пежо» и «Тойоту». Что это? Война за парковочное место? Месть или хулиганство? Выяснят следователи. Минск чрезвычайный. В воскресенье днем пожар случился в гаражном кооперативе по улице Выгодского. Огонь распространился почти на 50 квадратных метрах. Спасатели прибыли оперативно, однако спасти имущество, находящееся в гараже, не удалось. Полностью сгорела крыша. При этом огонь успел перекинуться и на две соседние кровли. Причина пожара на данный момент устанавливается. Однако МЧС напоминает, что ни в коем случае не стоит превращать свой гараж в склад, хранить там в большом количестве легковоспламеняющиеся вещества и материалы. Безопасность детей – особо важная тема. Как же много детей попадают в непредвиденные ситуации по неосторожности или по незнанию элементарных правил поведения? Особенно эта тема актуальна в конце учебного года, когда впереди каникулы. Именно в период летних каникул наших детей подстерегает множество опасностей. С целью привлечения внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, а также снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей в эти дни в республике проходит профилактическая акция «Не оставляйте детей одних», в рамках которой работники МЧС проводят встречи со взрослыми и детьми, в общеобразовательных школах, домах семейного типа, школах раннего развития, в детских развлекательных центрах, посвященные теме безопасного отдыха в летний период, правилам поведения детей в природной среде, в том числе на воде, а также действиям при возникновении природных чрезвычайных ситуаций. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.